Славянская молодёжь давно уже зарекомендовала себя в качестве инициатора интересных мероприятий и добрых дел. И разумеется, в День города и района молодые люди не смогли остаться в стороне. На молодёжный арбат пришли те, кто уже смог проявить свои таланты для того, чтобы подарить славянцам настоящий праздник. Северный парк, который давно уже стал центром притяжения для славянцев и гостей города, в этот день был вдвойне притягателен как для молодёжи, так и для людей постарше. Культурно-развлекательная программа, подготовленная в праздничные дни активистами, волонтёрами, славянскими творческими силами, никого не смогла оставить равнодушными. Мы развернули молодёжный арбат в Северном парке, куда пригласили нашу творческую молодёжь, клуб молодых семей. Также пригласили наших друзей, которые помогают нам организовать праздник для жителей, и для молодых жителей, и для жителей постарше нашего города и района. Есть и подвижные станции, и творческие станции. Пригласили ребят, которые показывают свои картины. Также наша активная молодёжь, молодёжного совета, которые умеют рисовать аквагрим. Наши представители клубов молодых семей, семья Кары, которые показывают фокусы. Также такая новинка, как видео 360, инстаплей. Можно снять классное видео, выставить в инстаграм, как это сейчас модно. И у нас, естественно, сегодня работает наша лаунж-зона «Свободный микрофон», где каждый может спеть песни, рассказать стихотворения, посвящённые своему любимому городу. Вот такая вот атмосфера молодёжная. Выступить на молодёжном арбате – это и честь, и большая радость. И потому вполне к месту звучали добрые слова в адрес своей малой родины от ребят на импровизированной сцене. День рождения, мой любимый город, славясь на Кумане. Я тебя очень люблю и думаю, что я никогда отсюда не уеду. Лондон, Париж, голуби, верный кипиш. Старый бурбак и на деревьях пожар. Лондон, Париж, голуби, верный кипиш. Ты помни, ты помни. Каждый здесь смог найти себе то, что его больше всего интересует. Одни ребята не отходили от сцены, другие нашли себе развлечения на игровой станции, третий увлечённо наблюдали за настоящим фокусником. Ложишь, Алексу, да? Это ты так делаешь стыковико? Покажи, как стыковики выглядят? Нормально стыковички, да? Похоже? Эй, помогай, стыковики. Стыковики, 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 стыковики. Давай, 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 давай. Глеб, я тебе дал три шарика. Виталий Карый творил маленькие чудеса, причём самое ценное, что делал это не где-то в отдалении от зрителей, а прямо перед ними и даже позволял им самим участвовать в представлении. Детей на самом деле очень сложно удивить, потому что это такое поколение, которое постоянно что-то пытается разгадать, что-то пытается узнать. Это, конечно, хорошее рвение. На самом деле дети, дети, они впитывают всё, как могут. И поэтому что-то донести до них и на самом деле удивить это очень многого значит. Я, конечно, рад работать здесь, поздравляю наш город. Надо ли говорить, что зрители, а были там в основном школьники, восприняли фокусы с радостным удивлением. Это действительно впечатляет. Мне нравится это мероприятие. Я пришла сюда со многими друзьями. Здесь много людей и очень весело. Особенно хороший фокусник. Он показывает настоящие фокусы. Выставка картин юных художников из студии создания интерьерных картин для детей и взрослых фьюжн-арт заинтересовала поклонников изобразительного искусства. Каждый художник студии любит рисовать и старается, чтобы его картины становились лучше. Я очень сильно люблю рисовать как же пейзажи, так и натюрморты. Также я использую акриловую краску и хожу в студию. Фьюжн-арт студия в Славянске на Кубане. И вот зазвучали волнующие звуки скрипки. Электроскрипка позволяет придать игре более современное и насыщенное звучание. И славянцам я хочу донести свое искусство игре на скрипке. И не просто это классические произведения, это современные композиции, под которые танцуют от мала до велика. На электроскрипке уже нужна какая-то более серьезная аппаратура, а в плане игры все одинаково, то есть ничего не меняется. Но, конечно, электроскрипка звучит более насыщенней и людям более эффектней. Аллеи Северного парка были заполнены славянской молодежью. Все, что здесь делается и будет еще сделано, это прежде всего для них. Главное – уметь пользоваться новыми возможностями, получать удовольствие и развиваться. Мне здесь очень нравится. Я гуляю с подругой, встретила очень много знакомых. И рада, что сделали такой праздник, выходные, где можно погулять с друзьями и на разные станции побывать. Здесь можно было не только хорошо отдохнуть и развлечься, но и получить полезную информацию. Выставка снаряжения и вооружения периода Великой Отечественной войны, подготовленная Патриотическим клубом «Вымпел» Славянского электротехнологического техникума, помогла ребятам больше узнать о далеком времени подвигов и славных побед. Надо ли говорить, что молодежный Арбат подарил всем его участникам и зрителям незабываемые положительные эмоции. А это самое главное. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».